Всем привет дорогие друзья, вы находитесь на канале Gamerus TV И сегодня в этом ролике вы видите обзор моего инвентаря на твинке Собственно, почему я решился записать этот ролик Как вы можете заметить, 28 ноября, то есть практически полгода назад Я делал обзор своего инвентаря первый раз И как вы можете заметить, вот собственно тот самый ролик Инвентарь у меня составлял 408 скинов Сейчас быстренько промотаем И собственно, к самому интересному Был получается вот такой вот ремикс Predator Также был тактул скис Вот он И также была бабочка, пиратская, ивентовая И все, получается других никаких интересных ножей у меня не было И по перчаткам, вот у меня были перчатки Brian, перчатки Nano Carbon и перчатки Patchwork И теперь мы перенесемся на мой основной аккаунт И посмотрим, как же все на нем изменилось за эти полгода Друзья, вот мы и находимся на моем, собственно, втором аккаунте Я оговорился по поводу основного Но, в принципе, сейчас этот аккаунт является для меня основным Потому что, как вы можете заметить Я большую часть своего времени играю только на этом аккаунте вместе с Дашей Собственно, на основе я не играл в ММ, наверное, неделю или даже больше Максимум захожу туда Задание выполнить, чтобы поскачать И, в принципе, все Поэтому этот аккаунт можно считать для меня на данный момент уже как основным почти что Собственно, теперь смотрим на количество предметов Если полгода назад мой инвентарь составлял 408 скинов Сейчас инвентарь составляет 1053 скина То есть он вырос по меньшей степени в 2,5 раза За полгода это, как мне кажется, колоссально просто Инвентарь вырос Поэтому, собственно, я и решил заснять этот видеоролик Тем более, где-то месяц-два назад я спрашивал у вас в сообществе Хотите ли вы такой ролик И 80% проголосовало то, что да, это было бы интересно Потому что мало кто знает, как выглядел инвентарь мой полгода назад Несмотря на то, что ролик набрал на тот момент приличные просмотры Я так думаю, что мало кто из вас его видел Соответственно, мне лично было бы интересно сравнить Как инвентарь вырос Чем мы и займемся в этом ролике Собственно, я не буду обозревать подробно каждый-каждый скин Потому что ролик, наверное, будет часовым И никто его не будет смотреть Поэтому я подробно остановлюсь только на ножах и перчатках То есть на самом интересном А все остальные скины просто промотаю И скажу максимум те, которые мне из них нравятся Которые я использую Если брать по 250, понятно, это все абсолютно дефолтные скины Из интересных скинов, которые мне нравятся Это вот новый скин Three of Swords Который я использую, собственно, прямо на сегодняшний день В качестве основного Также мне нравится скин Phoenix 5 класса И еще из интересных скинов могу выделить Wheel of Fortune, то есть Колесо Фортуны В принципе, неплохой P250 Decroc из пиратского ивента И, наверное, все Дальше, если берем ревик Из скинов, которые мне больше всего нравятся Это Bonfire, опять же, который у меня сейчас в качестве основного Из Springfire ивента И 5 класса Ivory В принципе, все остальные скины на ревик мне особо не нравятся Как бы такой себе Если берем XD45, то, конечно же, самый красивый на него скин это Ля Муэрте Вообще, ой Безо всяких сомнений И, в принципе, из остальных скинов, наверное Еще более-менее мне нравятся Джули Роджер из пиратского ивента И Лавтер 4 класса из обычного према В принципе, наверное, все Если берем юспики, то Мои любимые скины здесь это Антик Хотя мне он нравится меньше, чем, например, Калашик Айвори Хотя сами по себе скины похожи Дальше мне нравится 5 класса вот этот юспик Он из паса, если не ошибаюсь Также мне нравится юспик вот этот новогодний Винтриспирит из Винтерфесткейса Ну и юспик, который сейчас у меня стоит в качестве основного, это катакомб Также я забыл говорить об анимациях Потому что на этом аккаунте их также очень много В принципе, на данный момент у меня есть перезарядка на B250 Перезарядка на юспик На ревик у меня есть и перезарядка и осмотр Вот перезарядка, вот осмотр Собственно, на XD45 вообще никаких анимаций нет в игре, по-моему Дальше на Дигл Также нет никаких анимаций Из скинов у меня стоит Сайбертуз Это мой любимый скин на Дигл Один из любимых Наравне с Самураем, который у меня стоит на основе И в принципе, из скинов, которые еще нравятся Могу выделить бокс-каттер Мне, в принципе, этот скин импонирует Также нравится Кавальер И, наверное, Хот Рот В принципе, тоже весьма неплохие скинчики Дальше переходим к Долам Диксам В принципе, мне больше всего нравится скин вот этот Пургатори Пятого класса, который у меня стоит в качестве основного И, в принципе, никаких других особенно красивых скинов на это оружие у меня нет Да их и, в принципе, в игре-то нет Поэтому использую именно этот скин Никаких анимаций на дуалы тоже нет Также я забыл про раскидку, поэтому вернемся к ней У меня есть абсолютно все скины на гранаты, которые только можно найти в игре В принципе, вот так они выглядят Мне больше всего нравятся, наверное, вот эта вот граната из рулетки Руин Граната Светус тоже из рулетки И, наверное, граната Эмиральд Если берем дымовую гранату, больше всего мне нравится Cold Fire из Винтерфеста И, наверное, более-менее нравится еще вот эта граната Читин 2-го класса И 5-го класса Секьюрити Тоже неплохо Если мы берем флешку Мне нравятся отсюда скины Polar Ice 2-го класса Sweet Angel, он из рулетки, если не ошибаюсь И, в принципе, New Year Вот эти вот три скинчика Дальше переходим к ППшкам В принципе, на MP5 мне нравятся скины Jazz Он из, получается, пасса Очень красивый скин Пока что он у меня стоит в качестве основного Также весьма интересный скинчик T-Rex Скинчик The Croc 4-го класса мне нравится Дальше скинчик Fivodream 4-го класса Скинчик Beach Он из пасса, если не ошибаюсь И 4-го класса MP5 Eclipse Тоже очень красивый скин Переходим к MPX Их всего в игре немного В принципе, сейчас у меня стоит Колесо Фортуны Из Springfire Case А из остальных скинов мне нравятся Вот Кибернетик, он из пасса Джоли Роджер из пиратского ивента И, наверное, все По красоте скина, если судить Дальше у нас идет MP7 У меня стоит бокс-каттер, который мне больше всего нравится В принципе, нравятся еще скины фото Из Тауруса ивента И, наверное Попстар Он из летнего, если я не ошибаюсь Ну и также скинчик Ciclone 3-го класса Тоже весьма интересный В принципе, на этом, наверное, все Вектор В принципе По скинам мне нравится скинчик Worms Который у меня долгое время стоял Но я его сейчас заменил Скинчик Deadmantle Snowtail Также офигенный По красоте своей Также нравится новый скинчик The Sun Из Springfire ивента И я поставил себе вот этот скин Он из последней рулетки Также весьма неплохой Пока что гоняю с ним Если мы рассматриваем П-90 То из красивых скинов у меня есть Скинчик Worms В принципе неплохой Скинчик Milestorm Вот этот скин, которым я сейчас гоняю Тоже прикольный Но, в принципе, на П-90 Никаких прям особенно Красивых скинов у меня нет Далее Ну, никаких анимаций на ППшке Также у меня нет на этом аккаунте Да и вообще нет Далее Собственно, переходим к AR-кам Если рассматривать СА-58 Из красивых скинов Мне больше всего нравится Скинчик вот этот Кугель Блиц Из Таурус Ивента Также скинчик Джо Брейкер Офигенный На мой взгляд Из премиум кейса Из премиум кейса И скинчик Рор Он из Варпейнта Также достаточно красивый А, еще скинчик Йети Забыл о нем В принципе, на этом, наверное, все Если мы берем калаши Из калашей Мне больше всего нравятся Скинчики Айвори Это вообще мой любимый скин На калаш Для тех, кто не знал Также мне нравится Скинчик Констеллейшн Из Спринфейер Ивента Скинчик Deadman Switch Он из рулетки Некромансер Из Ивента С маньяком Надкрекер Также, по-моему, Из Ивента Хотя нет Надкрекер, наверное, Из новогоднего Если не ошибаюсь Поправьте мне Откуда этот скин Потому что я немножко Путаюсь в коллекциях Также мне нравится Скинчик Клокворкс Новый Ну, в принципе, на калаш Очень много красивых скинов У меня есть Поэтому Ну, все перечислять Замучишься Основные я вам перечислил Из эмочек Также очень много Всяких красивых скинов Мне больше всего нравится Это вот Это Эмко Бонанса С которой я очень Долгое время играл Эмочка Капов Эмочка Памкин Смузи Также мне нравится Эмочка Найтмэр И эмочка Фрост Которая у меня Стоит в качестве Основной На моем Основном аккаунте В принципе Из тех скинов С которыми я раньше Играл Мне еще нравится Аваланч И Критикал Фэшн Это был мой Самый первый Скин Пятого класса На эмку Для тех Кто, опять же, не знает Дальше Переходим К Акашке У меня стоит Скин из рулетки Просто нереально Офигенный Который мне Очень нравится Также по скинчикам Мне отсюда нравится Скин В принципе Рэд Достаточно Неплохой Прикольный Скинчик Вормс Скинчик Они Демон Скинчик Лаки И, наверное, все Дальше Переходим К СГшкам И, в принципе Скин, который у меня Сейчас стоит Это скин Парадокс Он из Принкфейр-эвента И он очень подходит К тем перчаткам Новым Которым я сейчас Использую Вообще Из моих Любимых скинов На СГ Это Глич Просто офигенный Скин Который у меня есть И на основе В качестве основного Очень красиво Выглядит Также мне нравится Скинчик Вот этот Серенити Он из Пасса В принципе Мне еще нравится Скинчик Херальд Четвертого Тира И, наверное Скин Вот этот Вуду Тоже Неплохой Хотя Он слишком Темноватый В принципе Из имеющихся у меня Скинов Это, наверное, все Дальше Переходим К Каугу Мне больше всего Нравится скин Вот этот Васкулар Он из Ивента Ивента С Маньяком И стоит У меня В качестве основного Очень давно Еще мне нравится Очень скин Астрал Он из Пасса Выглядит Нереально Офигенно Скинчик Баттерфлай Который я Очень долго Использовал На основе Скинчик Наверное Вот этот Найн Лайфс С котиками И Наверное Скинчик Бокс Каттер В принципе Все Переходим К Дробовикам В принципе Начнем с Винчестера Мой Один из Любимых Скинов Это Катакомб Также Мне нравится Скинчик Блэк Вода Темная Вода Очень Красиво Выглядит И в принципе Из красивых Скинов Есть еще Кой Но мне Он Не особо Нравится Если Рассматривать ФП6 Мои Любимые Скины Это Мутинер Из Пиратского Ивента Скинчик Айвори Также Очень Красивый Скинчик Сюрвайвал И Наверное Катакомб В принципе Все А ну еще Скин Вот этот Спас Сиренити Тоже Выглядит Прикольно Если Мы Говорим О Супер 90 Мои Любимые Скины На него Это Терраф Лейер Очень Красивый Фросберг И Сейчас Я Использую Собственно Вот этот Скин Синс В принципе Те Кто Смотрит Ролики Видит Видел Все Мои Ролики С Открытиями Как В Не Выпадали Анимации На Этот Дробовик То Вы Собственно Знаете Почему Этот Скин Я Использую Также Я Опять Забыл Про Анимации В принципе На Анимации На Дробовик У меня Есть Анимация Вот Это На Осмотр Вот Так Она Выглядит Да Есть Анимация На ФП6 Также На Осмотр Вот Такая Вот Интересная На Винчестер Вообще Никих Анимаций Нет В Игре Пока Что По Моему Да И Я Забыл Показать Анимации На Мои Автоматы У меня Есть Анимация На Калаш На Ой Извините На Перезарядку Вот Анимация На Аié На Перезарядку Вот Так Она Выглядит И Анимация На СГ Тоже На Перезарядку На Мой Звгляд Анимации На Перезарядке Они Самые Интересные Поэтому Я Можно Сказать Коллекционирую Анимации На Осмотр Меня Особо Не Интересуют Потому Что В В реальном бою в каком-нибудь ММ, а я как правило играю OnlyMM, тебе анимация на осмотр будет только мешать. Сугубо мое мнение, поэтому я эти анимации особо и не покупаю, только если уж выпадут. Переходим дальше к снайперским винтовкам, начнем с ТРГ. Из ТРГ много красивых скинов есть, например Heavy Metal, который я сейчас использую, Hazardous, Shark Attack, это все скины из премиум кейса. Также мне нравится скинчик The Sun и наверное все. Если мы будем рассматривать Уратио, мне нравится скин CatBot, в принципе также нравится скин Navigator, Angry Hands, Oculist. В принципе на АВИК, опять же, очень много красивых скинов есть, например Clockworks также из Rewind Event. В общем все перечислять долго. Также по скинам на СВД в принципе тут скинов не так много, я использую сейчас реплика, до этого у меня стоял Fire Cobra, также есть красивый скинчик Platformer и наверное Коракс. В принципе по скинам наверное все из самых красивых. Если мы рассматриваем М14, то больше всего мне нравятся отсюда скины Catacomb, Биотик, Дракула и Антик. В принципе на этом все. Анимация у меня есть только на АВИК, на перезарядку, вот так она выглядит и ни на какие другие снайперские винтовки у меня анимации на этом аккаунте нет. Собственно переходим к ножам и сейчас вы можете просто сравнить насколько сильно изменился аккаунт по ножам с того каким он был полгода назад. Дефолтные ножи у меня есть все, кроме ивентового, который сейчас проходит Springfire Bloom, я его так и не стал покупать. Остальные ножи в принципе есть все в наличии, опять же мои любимые это Carbon и Tailong. Из керамбитов у меня их всего три, считаю дефолтные, и в принципе оба керамбита 7 класса мне нравятся, я их периодически использую. Кукри вообще мой один из самых нелюбимых ножей в игре, поэтому я его практически никогда не использую, но по скинам мне нравятся осуды в принципе Maritime и Aviary. В принципе наверное все. Ремикс также является одним из моих самых нелюбимых ножей в игре, мне он не импонирует, поэтому я с ним играю редко. Но из тех скинов, которые мне нравятся, на него это Porcelain, очень красивый скин, Predator, это вообще самый первый нож 7 тира, мой на этом аккаунте, для тех кто не знал опять же. Скинчик Hot Rod, скринчик, да при... скринчик, скинчик, извините. В принципе все скины на ремикс мне отсюда нравятся, кроме вот этого Security, мне он не заходит. Остальные в принципе все весьма неплохие. Дальше топорик у меня есть только один со скином, это Continuum, он из рулетки. В принципе сам по себе скин необычный, но подходит только к космическим перчаткам. Дальше у нас идет Tech Tool, также является одним из моих нелюбимых ножей, но по скинам мне отсюда нравятся Tigris, Catacomb и Eskiz. В принципе три самых любимых скинчиков. Гаечный ключ у меня есть только, ай, думал хотел сказать только один, но оказалось у меня их два есть. Один правильный из рулетки последний и один просто дефолтный мне выпал, по-моему, не помню откуда он мне выпал, по-моему из кейсов на дороге в пассе, если не ошибаюсь. Из бабочек у меня коллекция пополнилась значительно, полгода назад была только вот эта бабочка From the Deep, теперь же у меня есть бабочка вот эта она из пасса, офигенная, очень красивая. Также бабочка Хоризонтемум из последнего ивента и бабочка ракообразная или радужная, называйте как хотите, также весьма и весьма интересная. Ну и из таких вот эксклюзивных ножей у меня есть дефолтный Trench Knife, то есть нож-кастет из Rewind ивента. Очень редкий, очень интересный, эксклюзивный, как-то так. Ну и переходим к перчаткам, которых у меня на аккаунте сейчас, внимание, 11 штук. Полгода назад было 3, сейчас 11. Как бы вот такая эволюция аккаунта произошла. Что тут есть из интересных, в принципе? В принципе мне нравятся все перчатки, которые у меня есть. Из наиболее интересных перчаток за T именно могу выделить перчатки Black Pesley. И перчатки Shatter Time. Это в принципе две наиболее интересных мне пары, и я их получил с Rewind ивента, обе пары. Также в принципе мне нравятся еще перчатки вот эти Acid, которые у меня сейчас стоят. Но мне тяжело их воспринимать как перчатки за T, потому что по своей концепции они больше смахивают на КТ перчатки. И в принципе из тех перчаток, которые Only за T, это наверное все. Есть еще Brian, такие вот перчатки. Но, как я говорил, внутренность у них не прокрашена, и это огромный минус. Поэтому эти перчатки менее интересные. Собственно, далее у нас идут перчатки за КТ. Это наверное самые интересные вот эти перчатки Stain Glass из опять же нового ивента. Вот эти красные перчатки Red Imperial. Очень красивые, просто нереальные. Также мне нравятся перчатки Nano Carbon, потому что они универсальные и подходят с множеством количеством ножей. Также для тех, кто не знал, они очень хорошо подходят с обычными дефолтными ножами, без скинов. Прям офигенно смотрятся. В принципе, мне нравятся оттуда все перчатки, кроме, наверное, плюс-минус вот этих вот Patchwork. Потому что они выглядят в игре достаточно странно. Ну и средне выглядят перчатки Continuum. В принципе, все остальные перчатки выглядят на уровне очень красиво и ничего отрицательного я сказать не могу. Ну, по эмблемам тут особо показывать нечего, потому что все эмблемы идут с пасов. И в принципе, вы можете, я вот так пролистаю, вы можете посмотреть те эмблемы, которые у меня тут есть. Я думаю, на этом все. Для того, чтобы не затягивать ролик. Кстати, забыл сказать, что на дефолтный ножик у меня есть анимация. Это единственная анимация на нож, которая вообще есть в игре, и она у меня тоже имеется на аккаунте. Вот так она выглядит. В принципе, на этом, наверное, все. Я очень надеюсь, что я не затянул с обзором. Сделал его достаточно кратко, емко, я старался максимально. Поэтому, надеюсь, что ролик вам понравится. Вы поддержите его своим лайком, подпишитесь на мой канал. Ну и, собственно, ждите дальнейшие ролики уже по ММ, потому что открытие я понял, что вы от них подустали. И я буду их выпускать на канал теперь значительно-значительно меньше, чем делал это раньше. Вот. Ну и ближайшие две недели их точно не будет, потому что Springfire ивент заканчивается только через две недели. Поэтому ждем нового ивента. И там уже посмотрим. Посмотрю по активности. Если активности под роликами особо не будет, значит, буду открывать в ней видео. И, собственно, не буду это на канал выкладывать просто. Вот так вот. Вот. Опять же, спасибо огромное за просмотр. Надеюсь, вы досмотрели этот ролик до конца. Поддержите его своим лайком, подпишитесь на мой канал. Ну а с вами был Gamerus. Мы увидимся уже на новом видео. Всем пока-пока и удачи, друзья. Всем пока.